приветствую всех на своем канале дошла очередь таки до одной из тем основных это поздние советы и сегодня хочу сделать обзорчик на монеты 10 копеек 74 года согласно последовательности крайний обзор по 10 копеек у меня был с пятый год потихоньку идем к черному квадратов поэтапно так сказать ну 10 копеек 74 года имеет одну штемпельную разновидность то есть один штемпель представлен одним штемпелем и то есть как следствие разновидности не имеет ну я штемпель это кстати 11 по Федорину это штемпель который идет с первого года чеканки 61 ну вообще даже не 61 с 58 по сути дела это аверс вторые колоссия без остей гребенка с уступом и конец ленты возле земного шара которая вот лента я в одном из обзоров показывал разницу некоторых штемпелях колец и конец ленты тонкий вот масса монета 168 грамма диаметр 17 20 17,27 миллиметра ленинградский монетный двор ну для себя решил что раз разновидности нет значит надо положить коллекцию две монеты но с разным типом можно сказать чеканки с разным назначением изначально это вот слева эта монета из годового набора штемпель принципе один и тот же но если сравнить их внешне а эта монета вот для обращения тиражная но практически без обращения в хорошем блеске штемпельным и без следов хождения а это именно раздербаненного кем-то годового набора вот даже по аверсу можно сравнить вот я думаю разница достаточно ощутима визуально я так если недорогие монеты решил для себя что вот таких вот годах где нет разновидностей по штемпелям буду стараться положить коллекцию вот тиражный вариант и наборной прям вообще наборная аж зеркалит просто буквально вот чем собственно сутью это я даже сам не знаю для чего ну я так считаю что в принципе они отличаются немножко просто как бы хотя и да вот это получше даже блестит две монеты у меня для террации для обращения он циркуле этот ну вот вот это вот получше вот она ее положим фолдер вот это отличается немножко технологии отличалась технологии изготовления и все знают что для набора чеканились там улучшенными штампелями может быть на полированных заготовках то кто кто что говорит ну считается что улучшенными штампелями вот более полированными или как там это самое детально проработанными ну я как вот говоря простым языком для меня это монета она как будто чем-то еще покрыта вот я не знаю как объяснить визуально смотришь и она как будто вот не знаю никелированная то есть так и такая это самое вот детали отличаются как вот лаком покрыта не знаю даже как это словами объяснить по сравнению с монетой которая анцевая но для обращения вот что хотелось бы сказать цены на монеты семьдесят четвертого года десятки варьируются от рубля до там бесконечности можно сказать там до нескольких сот рублей и даже тысяч от чего зависит естественно от состояния монета сильном состоянии естественно стоит несколько сот рублей даже без слабо 250 300 и там и 400 просят монета в состоянии из обращения стоит 1 рубль там максимум 10 рублей это покупателя найти еще надо то есть по весу металла короче вот есть некоторая сложность в поиске монет вот такого плана то есть для обращения в хорошем коллекционном состоянии то есть даже на аукционе мешок на том же допустим либо аукционеру потому что я посмотрел все предложения просто проштудировал и нашел до буквально в таком состоянии несколько монет именно вот для оборота которые были и тиражных ванцы там либо ваю ну то есть штемпельном блеске в общем говоря простым языком без значимых повреждений без следов хождения вот мешковых короче мешковом состоянии и всего предложений там более 450 только на мешке то есть там в основном монеты в обиходном состоянии и либо если он циркуле этот пишет то вот предлагают приобрести вот что-то вот такое вот этот из набора и причем некоторые утверждают что это не наборные монеты ну это уже немножко маленькое мошенничество можно сказать что коллекционер хочет не наборную монету значит ему нужна не наборная монета не надо на наборной писать то что она не наборная я за тавтологию вот то есть анцевых большинство блески именно из распотрошенных годовых наборов монеты ссср 74 года на других аукционах отмечу проходы монет слабых с грейдом там пл 67 это тоже наборные монеты которые положили коробку закатали в слаб и проходы посмотрел тоже это доступных ресурсах там есть не помню на каком сайте ну там из волмара из других аукционов таких которые именно аукционы не просто мешок который как бы больше как торговая площадка по сути сейчас там по фиксу в основном ну и бывают конечно аукционы кто-то там запускает ну вот именно аукционного типа это волмары там и прочее хотя волмар мне не очень честно говоря нравится вот и там вот эта монета в слабе ушла с грейдом пл 67 то есть наборная монета еще раз повторюсь то есть ну поле отличается естественно они там ну не помню там по грейдинговая компания национальный мизматический реестр пл 67 ушла за 2694 рубля вот это примерно в таком состоянии что да ну есть наверное ценители слабых бывших наборных монет достаточно так все очень относительно я понимаю да вот заслабированная монета которая не наборная и она вот прекрасном состоянии там с высоким грейдом это все-таки да это интересно но я так считаю как вы считаете кто смотрел до этого момента то что ну вот сохраненная монета именно которая была циркуляционная ванс это все-таки уже цениться должно побольше чем просто которая лежала запаянная в набор изначально банковской упаковке и разрезали положили слаб и вот она такая крутая и дорогая но это мое субъективное мнение вот ну что еще то есть основной вывод могу сделать таком вот штемпельном блеске монету найти семьдесят четвертого года 10 копеек и так то просто если мы решили вот допустим как я вот собираю коллекцию поздних советов стараюсь все не не редкие как минимум разновидности монеты погодовки не черного квадрата собирать вансы значит надо искать вансы чем дальше вот в этот период то тем сложнее их найти это не 80 не 90 91 год как говорится вот ну несколько слов о годовых наборах 74 года несколько вариантов есть мягкие твердых упаковках там таких пластиковых цены на них варьирует от 12000 рублей до 15 это наконец вот 2020 года вот я смотрел наборы до наборов я пока еще не дошел не знаю дай бог трубы собрать то что собираю спасибо всем за внимание подписывайтесь на канал пишите свое мнение по данному вопросу позднесоветских монет у кого десятка в каком состоянии лежит коллекции 74 года приятно будет пообщаться до новых встреч всем пока